друзья привет давно не виделись пока распускаются мои пионы я подумала что самое время немножечко вспомнить про море так захотелось мне куда-то с бачатой на кубу калифорнию не знаю куда но к море и в танцы но пока порисуем как обычно беру белый красный синий желтый ребята классика ничего нового беру бумагу акварельную а 5 размера большую тонкую кисть вот такая палитра это у меня глянцевые есть один кусок деревяшки однажды на нем что-то нарисую но пока его можно будет помыть я хочу на нем посмешивать краски и черный цвет тоже сегодня понадобится просто я попозже открою акрил Василиса уже очень болтливенькая сейчас будет веселуха но пока я хочу показать очень классные в меру простые но сложные по своему вот виду оттенки так синий цвет вам на этой палитре ничего не видно да понятно отходит палитра берем белую бумажку белая бумажка да на ней видно что это синий цвет к синему цвету если мы поддадим ребята совсем чуть-чуть желтенького только совсем чуть-чуть у него появится такая морская глубина легкая тепло теплота да так он чуть-чуть позеленеет в общем но никто об этом не узнает ведь вот он уже очень красивый альфа по цвет у меня просто профессиональная гуашь и оттенки гораздо насыщеннее сразу да можно купить можно и обычной гуашью но вот если собираетесь покупать лучше купить о себе четыре цвета профессиональные из нее будете смешивать короче такой синий мне нужно из него теперь получить голубой я подмешиваю белил и получаю довольно насыщенный пока такой голубой цвет видите он несколько бирюзовит он не такой чистый вот вам для разницы надо было бы показать просто синий с белым это был бы яркий голубой а этот чуть-чуть такой бирюзовый вечерний для неба очень подойдет и наносим сверху гуаш любит небольшое количество воды поэтому совсем чуть-чуть кисточку макнули воду и вот такой кистью пошли вниз дальше все очень просто вы начинаете все закрылась мамина баста мама скажи да баста все лафа окончено подмешиваете белил и ваш цвет будет становиться светлее и вы край предыдущего цвета вот так захватываете легонечко наверх подъезжаете вниз спускайтесь получаете плавный переход еще белил к цвету на палитре он становится еще вы еще прихватываете край предыдущего цвета ты хотела посмотреть что тут мама делает смотри вот так край предыдущего чуть-чуть на него поднимаетесь кончиком кисти и спускаетесь вниз еще белил ласточка тут мамочка рисует котенок возьми пожалуйста вот эту штучку смотри еще белил и этот цвет еще светлее и вы опять заходите на предыдущий опять спускаетесь вниз да вот такую полоску на предыдущий цвет заходим буквально кончиком кисти касаясь и получаете такие очень классные плавные переходы опять спускаемся вниз так и еще чуть-чуть мой увеличился рисунок еще чуть-чуть белил и где-то на середине чуть чуть ниже середины вот вы делаете такой финальный максимально светлый голубой оттенок и посмотрите какая получилась растяжка очень просто да в одном цвете можно сказать и синего с белым на наш синий у него есть легкий фокус легкая березца который никто не узнает посмотрите какая плавность получается потрясающе ну и плюс сам по себе красивый оттенок вымываем кисточку вытираем кисточку да вытираем для тех кто рисует синим но это так синий ультрамарин для этого дела не очень подойдет потому что он дает такой спокойный лучше возьмите яркий синий голубой фацея например да то но это вот у кого есть выбор у кого нет просто синий что котенок мама сейчас такие пальмы хочет красиво нарисовать хочет хочет но не может но может мы теперь берем с вами желтый даже что дать кисточку дать только тут рисует только я я тебе могу дать ручку а ты порисуешь у себя вот тут ручкой она успела мазнуть желтой краски или из банки или откуда у меня на кисточке уже желтый так ладно желтый и тоже посмотрите желтый но в желтом тоже будет небольшой фокус небольшая капля красного подмешивается к желтому получается оранжевинка уже более явный фокус и белила берем не супер много надо было еще и палитру скотчем закреплять чтобы она тоже не двигалась например так пригвоздите я получаю очень светлый оттенок но мне нужен немножко понасыщен я рисую я не дам я рисую это мои краски это мой стол и тут рисую только я желтый с каплей красного и вот на этой всей базе он должен стать немножко темнее то есть желтый с каплей красного и чуть-чуть белил мне кажется что он еще хочется вот чтобы он был темнее я еще желтого еще каплю красного потому что белил я изначально переборщила да вы ориентируйтесь по своим главное результат получить желательно настолько же насыщенный оттенок как вот тот который мы на самый верх наносили да то есть внизу должен быть насыщенный и вверху насыщенный одинаково не слишком светлые а светлеть они будут вот сюда к центру вот такой оттенок у нас получается персиковый этим персиковым оттенком я крашу в самом низу свою картину пожирнее поднимаюсь наверх этим цветом знаете мне кажется из-за того что грязные краски попала капелька синего и получилась легкая коричневинка вот для совсем правдивости классика это это беж или даже я бы назвала этот оттенок вот прям классический охристый цвета охра то есть немножко коричневатый коричневатый получается не только из желтого с красным но когда попадает капля какой-то синевый то есть третий базовый цвет и вот если он у вас попадет до по случайности из-за грязных красок или вы специально очень миниатюрную каплю синего добавите вы тоже получите легкую коричневатость и вот мне кажется она очень кстати дальше все тоже просто мы теперь добавляем только белила к этому цвету и постепенно светлеем следующую такую полоску нанесли чуть-чуть спустились вниз чтобы получить плавный переход еще белил смотри как мама рисует ты можешь рисовать у себя внизу еще светлее наверх зайка я тебе все кисточки уже дала все твои кисточки которых ты можешь брать у тебя внизу еще белил и максимально светлый цвет поселиться это моё я могу тебе разве что погулять какой тут погром ребята бывает после таких гуляний после того как мама откупается всем ради того чтобы порисовать во всем максимально светлый цвет вот здесь я наношу посередине максимально и поскольку у меня гуашь у меня супер фокус небольшая капля воды растворяет мою краску до который уже просохла то есть в акриле такой не прокатит в акриле нужно этот цвет смешать с небольшим количеством вот этого максимально светлого цвета и получить если он конечно к этому времени у вас не высох и получить тоже такой вот ну несколько зеленоватый но очень светлый оттенок и вот еще капельку воды с небольшой капелькой воды вправо влево вправо влево вы очень плавно поднимаетесь наверх и чем выше вы поднимаетесь тем больше отрывается ваша кисть и все плавнее и спокойнее получаются ваши переходы а вот этот голубой вымываю кисточку возможно изначально нужно было голубым спускаться вниз точно также очень плавненько сейчас наш голубой и наш вот этот вот коричнево персиковый должны встретиться между собой очень незаметно я немножко голубенького местами подмешаю вот сюда к этому персиковому да так вот на низ совсем чуть-чуть совсем небольшом количестве и очень плавно спускаясь вниз я получаю вот такую растяжку она в любом случае будет красиво ребята и если вам кажется что что-то здесь вот не так по оттенкам чуть-чуть белил вот где-то чуть чуть ниже середины картины до места стыка нашего персикового и голубого чуть-чуть белил вымываете вытираете и слегка влажной кистью ваш любит слегка влажную кисть вот так вот очень плавненько все это дело когда выше вот поднимаетесь и получаете все равно такие растяжки вымыли кисть совсем еще разочек разочек но сейчас там я съедаю свой синий и получаю все голубым да поэтому я начинаю сверху вниз плавненько спускаюсь и вот на этой растяжке останавливаюсь да даже если у вас будет получаться не очень плавно это совершенно не беда потому что даже если просто полосками разных оттенков и разместить эти цвета они все равно будут смотреться градиентом таким плавным переходом так что если какие-то там облака можно списать на облака на еще что-то в такие прожилки останутся все красиво вот такое вы получили теперь мы берем тонкую кисть которую меня конечно же утащили сейчас поищем хорошо что она она не это не она а где-то еще киска сосиска ничего не даст маме мама нашла другую так тонкой кистью и я беру черная грим потому что у меня нет черной гуаши качественной уже хочется как бы такую же качественную краску есть конечно такая но она подсохшая я не буду ею нет ты же у меня здесь все сегодня идеально сегодня никаких мазков сплошное спокойствие и умиротворение это кстати всегда бывает когда ты умиротворяешься найдется какая-нибудь черная мяка которая проверит тебя точно ты умиротворен или нет так ну ладно это все не беда все загладили закрасили главное долго не возить по бумаге мокрой кистью потому что начинается катыш а если и возить это очень нежно и по возможности недолго тонкая кисточка черной красочкой чтобы получались хорошие тонкие линии черным цветом вам нужно черный цвет размешать с водой вот так до консистенции однородный я без комочков не густой и не жидкий такая я называю или густая вода до или жидкая краска у вас должна получиться то есть чуть-чуть разжиженная или чуть-чуть подгущенная жидкость в общем консистенции наверное 1 процентного кефира знаете капли 1 процентного кефира когда ваша краска разжижена хорошо размешана вымываете кисточку тоненькую вытираете собираете ее вот так вот дружненько чтобы она была остренькой и начинаете макайте кончик кисти и вот когда она в таком состоянии они у работа на по уши в черную краску могут получаться тонкие линии да если она вся в черной краске надо вымыть вытереть и еще разочек вот собраться посмотрите сначала у нас тут такая перспектива вырисовывается да сначала у нас вот там вот снизу наверх мы рисуем тонкие полоски но тут уже ребята у кого как пойдет они могут быть разной высоты разные кривизны и они имеют право быть кривыми но по возможности тоненькими да постарайтесь вот там вот каких-то начиная с самого низу обязательно разжиженный цвет если недостаточно жидко вот не идет краска да еще раз жижьте чуть-чуть таким жидким цветом местами 2 2 палочки да с одного пучка местами 3 местами 1 выбирайте как вам будет больше нравится вот таких маленьких потом где-то прямо такую повыше и потолще чем выше ваша палочка дать им она потолще должна быть соответственно вот такое что-то получится это все не беда если где-то какая-то там палка не получилось мы потом прикроем пальмовыми листьями это не страшно да 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 не беда раз давайте два главное не повторяйтесь да здесь такая здесь такая оба тут а вот тут выйдет такая вот прям поверх тех малышей ей как будто бы игнорирую потому что эти пальмы уже будут ближе ко мне вот такая палочка еще немножко освежаю свой цвет и еще две до каких-то разместите давайте вот здесь будет одна повыше помассивнее можете взять кисть потолще или нарисовали а книзу расширили ваш а не baby да интересно может а не baby кто знает ко мне приезжает моя подружка а не так близко выучила ее имя теперь у нас все они на всякий случай так раз и давайте еще одну вот сюда опять навели сначала тоненькую и постепенно да у вас всегда есть шанс к низу расшириться или средней кистью поставить и сверху потоньше а к низу пошире ее повернуть в общем ищите методы которые вам удобны иногда тонкие линии удобно делать не на весу обязательно с опорой да ну с палочками еще справитесь на весу а вот дальше надо будет опора мизинчик на локоточек ну вот это вот мы все сделали мы большие молодцы давайте теперь по репетируем этой тонкой кистью как мы будем размещать пальмовые листья вот посмотрите я прям по фотографии рисуем поэтому по ней очень классная четко вообще видно как наверно натуралистично видно одна пальма повыше 1 пониже и как размещаются листья они такие они как бы мощные но тяжелые и вот наверху они еще торчат вот так наверх в разные стороны то выше то ниже то сюда а книзу они просто от тяжести своей опадают толпой прям вот так бочком кисть открыть ты будешь блестяшки а ты не будешь слишком волшебный этот повсюду может . это не слишком волшебная вот балкон у нас какой волшебный будет балкон ладно уж можно ему работать в общем к низу их побольше примите я бочком кладу в эту кисть и вот так взлетаю и получаю таких отрывистых мазков но это кто готов к вот таким резкостям они мне очень нравится это мой прием из акварели до когда я по сухому делай какие-то прошкрябы наверх вот так палочек набросали и по возможности также добавьте каких-то коротеньких пушинок все пушинки все вот туда на пальмовом листе считайте что сейчас мы нанесли хребет листа а теперь у него есть такие вот как у рыбы косточки до книзу листики ну пошел какой-то лист не так это же как бы натуралистично так поэтому можно добавить еще какой-то ли за ним лист ему таких вот остреньких пушинок вот сюда дачи в этот царапный какой-то толще какой-то тоньше вот эту всю неправильность да попробуйте в себе включить вот здесь каких-то тоненьких листочков на и ки должна все время взлетать чтобы получался такой тонкий хвостик да у вашего штриха вот такой раз даже если вы где-то вот таких вот очень отчетливых прорисуете листов а здесь может быть толпа листов потому что это силуэты пальм вечером да такие силуэты вот вот такая одна пальма например да ну и пошли сочинять дальше и все время мы не повторяемся вот сюда каких-то две раз сначала набросайте хребты да раз два три потом здесь какая-то толпа потому что вниз они все дружно упали потом вот сюда в стороны покороче и вижу торчат наверх какие-то коротыши да они у всех будут получаться разными вам главное принцип понять и сочинить всем пальмам какие-то свои листы ни в коем случае не пытаться списывать каждый лист за мной хотя присмотритесь до чтобы понимать вот сюда вот сюда вот сюда пошли сочинять вот сюда вот сюда какие то вот такие получатся мне очень нравится этот штрябный метод он какой-то такой живой получается так и вот главные пальмы это те которые на переднем плане вот эти две еще одна малышка вы тут торчит я и сделала слишком высоковато она сейчас будет сливаться с вот этой пальмой я постараюсь максимально отделить ее вот сюда это все пустить под хвост ее высоту над остальными я уже просто по образу и подобию и не выписываю их настолько отчетливо вообще ничего никогда не выписываю но наступает момент когда я совсем совсем не выписывал вот третья пальма да пошла уже жара веселее вот здесь уже тоже она должна быть поменьше эти две большие эти две поменьше раз-два она может и не помещаться в кадр целиком к низу дополним что листы к низу вот так торчат листы к низу к низу сюда так ну и вот эти малыши их вообще можно довольно силуэтно до 1 2 3 вниз чего это немножко наверх такой жест он вырабатывается да когда вы раз два чух чух понятно что вы и пишете вы об этом я понимаю чем вы говорите и конечно давно уже ну как давно два года не было толком на живых мастер-классов но помню как этого новичка у человека который первый раз берет в руки кисть себя помню когда я рисовала раньше а потом не рисуешь 5 лет ты берешь в руки кисть почти как человек который никогда ее не брал это нормально как бы ты не понимаешь что значит чух чух у тебя рука к этому не разработалась но ничего выработается главное сейчас да главное сейчас резкий жест в стороны наверх короче длиннее и вы вот так вот шалите рукой на и чем легче ваш жест будет до чем меньше вы над ним мучились замучили его лучше пусть он будет неправильный но легкий ну на мой взгляд моя школа живописи такая да пусть неправильно но легко легкость прежде чем правильность о тут еще в кальмочка тогда это все дело будет возбуждено что котеночек что а сыр твой где и твой сыр и вот еще какую-то да там запустим вот листы и все это из центра наружу бери свой сырок неси вы сюда покушаешь сырок ну и смотрите что все это дело было в меру черное да не супер прозрачное у меня подмывается гуашь на фоне то есть гуашью было очень просто делать плавные переходы но когда дело дошло до черных пальм вот я вижу что подмывается белая гуашь и немножко не такой уже мой черный на пальмах там где-то важно пройдитесь еще разочек резинка ты будешь ее грызть а может лучше кусочек сыра тут видите ну стволы я просто пройдусь еще раз а с листами в общем то хорошо мне кажется вот такую это тоже прекрасная открытка прекрасная картина интерьерная ребята берете огромный холст делаете такую красотень просто хочешь ты для сказки почитала и снимаешь с меня штаны очень приятно смотри про сама я скоро буду рисовать и читать стихи одновременно ребят причем навезусь потому что я их уже выучила так и на большом холсте это будет супер интерьерная картинка про сама да сказка была а ну открой какие там еще зверушки есть расскажи мне обратной стороной кисточки если хотите или лучше зубочисткой кое-где очень аккуратненько я бы все-таки проставила пару звезд давайте так для глубины композиции 3 иголочка я не знаю зубочисткой на чем-то очень миниатюрным пару-тройку звезд ну а теперь наша любимая часть особенно в таких вот картинах которые очень геометричные мне кажется скотч обязательно держите от картины вот так вот картины отворачивайте его даже даже если он оторвет кусок бумаги он не оторвал кусок картины в крайнем случае подкрасить и а холсте это будет супер вообще напоминание про лето в интерьер вот скажите да и очень просто так что ребята желаю вам успехов буквально на передних пальмах я еще немножко есть веерная кисть просто она есть я попробую ей воспользоваться ооо она не зря же мне в руку попасть веерная кисть смотрите какие классные пальмовые листочки оставляет сейчас просто все кому я сказала что у меня всего две кисточки ничего больше нам не надо взрыдают да над экраном скажет у нас нет веерной кисти что же делать ребята ничего не делать обойтись без нее а как будете в художественном магазине как я ну прикупить и вот первый раз честно говоря толком пользуюсь но пальмовые листья да очень удобненько кажется кажется вот она сила веерной кисти если не могла понять зачем она мне вообще нужно да сейчас какие-то такие воздушные смотрите такие классные листочки ну а для тех у кого есть верные кисти вы также как и я не знали что с ею поделать вот я сейчас настал ребята прямо ветер можно создать такой гуляющий летний ветер я просто унеслась куда-то к морю туда где ветром разносит пальмовые листья но это только на вот передних каких-то пальм очка 2 они кстати недорогие эти кисти в магазине относительно недорогие просто если будете попадаться где-то может в художественных отделах там эпицентра вашанов такие магазины супермаркеты есть ваших городах прикупить его для пальм ну все ребятушки спасибо вам за компанию как всегда хорошая картинка получилась пока